Немного предыстории, коротко об этих и других событиях с фактами. Весь 1994 год Россия ищет причины, чтобы совершить агрессию на территории Вичкерии. Пытается сделать это руками так называемой оппозиции в лице Завгаева, Авторханова, Гантемирова, Лобазанова, а также Хазблатова. Тем самым разделить чеченский народ и дестабилизировать ситуацию в Молодой Республике. 26 ноября 1994 года российские танки из элитных российских частей Кантемировской и Таманской дивизий при поддержке российской авиации с трех сторон входят в город Грозный. Большая часть, вошедшая в город бронетехники, перебита. Уцелевшая же часть переходит в руки защитников Грозного. В плен попадают российские авиацары и солдаты. Россия отрицает свое причастие к этому штурму. И штурм завершается провалом и позором российской армии. Чтобы смыть этот позор, весь ноябрь и декабрь российская авиация начинает наносить ракетно-бумовые удары по гражданским объектам. И уже 29 ноября Совет Безопасности России принимает решение о вторжении на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Позже, 11 декабря, президент России Борис Ельцин подпишет указ под номером 2169 о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Частью войск Министерства обороны, а также внутренние войска вторгаются на территорию Чеченской Республики Ичкерия. То есть, нарушив закон и порядок, они идут на преступления. И все это, несмотря на призывы чеченского руководства к мирным разрешению конфликта и недопущению войны. Даже после крупномасштабных бомбардировок и гибели мирного населения, люди не верили, что начнется полноштабная война. Люди ожидали и надеялись, что стороны все-таки смогут договориться, и мировое сообщество вынудит Россию разрешить конфликт мирным путем. Но этого не произошло. Бывший министр по делам национальности Вячеслав Михайлов как-то вспоминал, чеченская сторона была согласна на прекращение огня и провести выборы в Ичкерии при условии встречи Дудаева с Ельциным. Что и не произошло. Так вспоминал Вячеслав Михайлов. Видя то, что Россия не отвечает на мирные призывы чеченского руководства, наоборот, продолжает более массивные бомбы и удары, начинает вторжение в республику с трех сторон, чеченская сторона предприняла все необходимые меры для обороны. Главным штабом вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия была организована оборона республики и ее столицы. Война началась не в Грозном, как это преподносят многие. Она началась на подступах к нему. Скажем, агрессору пришлось понести колоссальные потери, чтобы прорвать чеченскую оборону у поселка Долинский, вдоль Терского хребта и на подступах к заводскому району. Чеченцев такая армада не испугала. Это сейчас они придумывают разные байки о каких-то наемниках, о превосходстве в оружии у чеченцев, о неимении у российских оккупантов карт Грозного, о незнании местности и языка. Буду также часто напоминать о 18-летних срочниках солдат, которые якобы не были подготовлены к войне. В качестве оправдывания за начало той войны спецслужбы России распространяли слухи о том, что якобы чеченцы совершали массовые преступления против местных граждан русской национальности. Начну с них. Любая война – это трагедия. В первую очередь для мирных жителей. Не было никаких притеснений русских со стороны чеченцев. Все это выдумки. Наоборот, чеченцы, русские и другие прятались вместе в подвалах от обстрелов российских войск и авиации. По возможности, чеченцы забирали с города русских семьями и вывозили в села, которые не подвергались к тому моменту обстрелам. Только в одном Грозном в результате массовых обстрелов погибло десятки тысяч мирных граждан, в том числе и русские. Действительно, было жалко этих пацанов с одной стороны. Но это были оккупанты, которые пришли воевать и убивали людей. Были также контрактники, их легко было узнать. Они носили на голове платки. И они убивали людей за деньги. Были случаи, когда убивали русских, армян, евреев, то есть жителей Грозного. Говоря им, вы сотрудничали с чеченцами и расстреливали их. Российских войск в Грозном было много. Был даже Киркенецкий полк Северного флота. Разные батальоны спецвоиск, что можно запутаться в их названиях. Все эти оккупанты виновны в том, что Грозно был разрушен до основания и виновны в гибели сотни тысяч мирных граждан. Нужно отметить, что российские войска применяли также оружие массового поражения, запрещенное Женевской конвенцией. Авиация и артиллерия наносила удары кассетными, то есть шариковые и игольчатые бомбы, вакуумные бомбы и снаряды с такой же начинкой. Был даже такой случай. Вечером к водохранилищу поселка Черноречие приехали грузовые машины российских войск и что-то слили в водоем. Обычно люди брали там воду, так как питьевой воды не было в городе. И увиденное быстро разошлось среди людей. К тому же в этом водоеме было много рыбы. Она-то и всплыла в большом количестве на поверхность, что и доказало, что этот водоем был отравлен. Во время войны на Чеченской земле никогда не было такого случая, чтобы наше военное руководство когда-либо нанимало наемников. Ни одного и никогда. Это очередная ложь России, чтобы оправдать свои неудачи и потери в войне. Были лишь добровольцы из Ингушетии, Дагестана, Украины, Азербайджана и даже России. И то их было немного. И это были добровольцы. К тому же даже местные русские жители республики встали в один ряд вместе с нами против российских оккупантов. Когда российская пропаганда говорит, что у чеченских бойцов было новейшее оружие, и это влияло на их неудачи в бою, то это вызывает лишь улыбку. Ни одна страна, никакое государство не помогало чеченцам вооружении в той войне. Все, что было на вооружении у чеченцев, так это несколько установок град, у которых после нескольких залпов первых боев закончились боеприпасы, несколько самоходок САУ, а также несколько гаубиц Д-30, и десяток танков, которые были захвачены во время штурма Грозного 26 ноября 1994 года. И то все это вооружение было или разбито, или оставлено в связи с нехваткой боекомплектов. Что бы российская пропаганда там не придумывала, не было у наших подразделений какого-либо супервооружения. Обычное вооружение, так это автоматы АК-74 и АКМ, пулеметы РПК и ПК. Из более крупного, так это гранатометы Муха или РПГ-7, а огнемет Шмель можно было встретить не везде. И потом крупнокалиберные пулеметы, снятые с танков и БТРов, были у чеченцев. Были также минометы, но опять же не хватало боеприпасов к ним. Что уж говорить, если у наших командиров не было оружия для выдачи добровольцам. Они же, добровольцы, возмущались и требовали, и говорили, мол, по телевизору-то говорят, что у Дудаева горы оружия. Возмущались добровольцы. Поняв, что оружия действительно нет, они продавали все, что могли, и покупали его у русских. В городе стояли бойцы, даже с двухстволками, с одностволками, с бутылками, с зажигательной смесью. Это была армия, и это была народная армия. Россия будет внушать мировому сообществу, оправдываться, говорить о супергероизме своих военных, но факты говорят обратное. Прорвав внешнюю оборону Грозного, колонны бронетехники двинулись на центр. Как потом выяснилось, город хотели взять ко дню рождения министра обороны Российской Федерации Павла Грачева. Спешили и вот и ринулись в центр. Наши отряды начали громить эту технику одну за другой. Сгорела почти вся бронетехника, которая дошла до центра города. Опять же, Россия начнет оправдываться, что их армия была не подготовлена, что в бой послали необученных солдат, и так далее, и тому подобное. Но правда такова, что в ходе штурма были использованы элитные части и подразделения российских войск. Это воздушно-десантные войска, это была морская пехота, разные спецбатальоны и отряды. Против них воевали люди, которые никогда в жизни не стреляли из гранатомета. Простые люди в основном. Как говорится, учились прямо в боевых условиях. На самом деле, центр Грозного обороняли пару сотен активных чеченских бойцов. Например, в президентском дворце было не более 30-40 человек, в здании Солмина 30, в гостинице «Кавказ» 20, в здании архива было 30 человек. С первых дней штурма к нам стали поступать военнопленные. Это были выжившие и в основном раненые в результате атаки на центр Грозного. Отношение к ним было нормальное. Раненых лечили и голодными они не оставались. Все они содержались в подвале президентского дворца. Узнав об этом, российская авиация наносит авиационный удар глубинными бомбами. Некоторые военнопленные погибают в результате этих обстрелов. И после нескольких неудачных штормов оккупанты стали уже поквартально стирать с лица земли город Грозный. Представьте себе, один район обстреливается из всех видов оружия. Это смерч, грады, ураганы, артиллерия, авиация и минометы. Потом обстреливают другой район Грозного. И так далее, и так далее. В результате таких обстрелов от президентского дворца остался только каркас. И дальнейшая его оборона была уже бессмысленной. В связи с этим, уже выждав момент, когда обстрелы чуть поутихли, все-таки пришлось этот дворец оставить. И не было никакого взятия президентского дворца, как это сейчас преподносят. Наш штаб был перемещен на другую сторону реки Сунжа. Именно из-за этих разрушений. Страшнее обстрелов был уже не эти обстрелы, а обвал этого здания президентского дворца. На улице Грозного стояли сгоревшие танки. Везде лежали сотнями тела убитых российских военных. Вот так описывал эти события начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Чехия Аслан Масхадов, который руководил обороной Грозного. Этому история даст оценку. С первого же дня штурма Грозного я выходил на связь с генералами Бабичевым, Рохлиным, предлагал им взять на себя ответственность и остановить эту бойню. Российские генералы Бабичев, Рохлин, Квашлин, Куликов не решились на это. Думали о пенсии, положении, о квартирах. Через три дня после штурма, когда 131-я мотострелковая бригада и 81-я танковый полк и другие части полностью полегли, когда все, что вошло в город, было сожжено, уничтожено, тысячи сопливых молодых красивых парней, российских солдат, лежали на тротуарах города, от трупов невозможно было пройти по городу. И эти трупы начали съедать голодные собаки и кошки. Я просил генерала Бабичева остановить войну хотя бы на один день. Мол, если нужно, потом продолжим. Чтобы собрать свои же трупы, они даже на это не пошли. Вместо этого они мне предложили поднять белый флаг на президентским дворцом. Я их послал к черту и еще дальше. Сегодня у меня российские матери просят вернуть хотя бы трупы. Я их направляю к этим генералам, которые еще в то время не думали об этих несчастных матерях, а спешили выполнить приказ. Нет у меня злости ни к какому народу. Даже после этого варварства меня злость на весь мир и на все живое и разумное в этом мире, которые спокойно смотрели, как уничтожают ничем не повинных людей. Не было такого в истории, чтобы родители военнопленных приходили к своему врагу и просили выдать их сыновей. И чеченская сторона выдавала их. Позже их стали обменивать на тех, кого захватывали российские войска. Если чеченцы все-таки получали своих сыновей, то полностью искалеченных, избитых и запытанных. Сегодня с уверенностью можно сказать, если бы Россия вместо штурма 26 ноября 1994 года, а затем ввода войск 11 декабря того же года, несколько следующих позорных штурмов города смогла бы решить конфликт мирным путем, то не было бы всех этих жертв с обеих сторон. Не было бы также последующих кровопролитий и трагедий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok